МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Славлю я мой край красивый, Славлю край приволжский милый, Славлю песни птичьих стай, Славлю мой чувашский край. Козловский район негласно называют шелковым путем Чувашии. Он граничит сразу с двумя республиками – Мариэлл и Татарстаном. Его выгодное расположение всегда способствовало успешной торговле. Впервые Козловка упоминается как населенный пункт и пристань в документах 1671 года. Известный русский писатель Александр Радищев во время путешествия из Сибири в 1797 году писал о Козловке. Утром проплыли мимо деревни Козловка, где грузят много хлеба и построено много амбаров. Действительно, в 18 веке пристань Козловки славилась как хлебная и яичная. Отсюда вывозили хлеб и яйца в огромном количестве. Яиц, к примеру, от 2 до 7 миллионов штук в год. Они поставлялись не только в российские города, но и в Лондон, Париж, Гамбург. У пристани была еще одна специальность – лесная. Именно здесь чувашские дубы начинали путешествие на судостроительные верфи флота Петра I. И сегодня сюда регулярно причаливают теплоходы. Правда, уже не с товаром, а с туристами. Гостей здесь всегда встречают тепло с хлебом, солью и песнями. А гармонисты здесь знатные. Все как один могут исполнить шоркинские наигрыши. Знаменитый гармонист-виртуоз Петр Шоркин прославил Козловский район на всю страну. Пластинки с записями его игры на гармонии большим тиражом выходили в Советском Союзе. Его наигрыши звучали практически в каждом доме. Талантливый музыкант, простой деревенский парень, он записывался на лучших студиях страны. Недавно гармонисту Шоркину установили памятник на набережной Волги, чтобы приносил удачу и другим козловским музыкантам. ПЕСНЯ Недалеко от пристани Козловки возвышается красивое историческое здание. Это дом купца Волчкова, ныне памятник культуры регионального значения. В 1914 году его построил купец Григорий Волчков, один из представителей купеческого клана Волчковых, немало сделавших для города. Дом оригинальной архитектуры венчается полукуполом, от которого в небо тянется высокий шпиль. Сейчас здесь размещается районный суд. Козловка всегда привлекала своими видами путешественников. По легенде, сам Александр Сергеевич Пушкин, собирая материалы о крестьянском бунде под предводительством Пугачева, заехал в Козловку. Привал писатель сделал якобы на этом высоком холме, который жители сразу же окрестили Пушкиной горой. А некоторые знаменитости даже оставались здесь жить. Козловчане гордятся тем, что эти места выбрал для отдыха знаменитый ученый-математик Николай Лобачевский. Его дом-музей ныне памятник истории федерального значения. И, кстати, это единственный в мире музей, который носит имя этого великого ученого. Николай Иванович Лобачевский, как никто, любил Волгу. Поэтому, как написано в документах, прельстившись местами наших козловских мест, здесь он покупает имение для своей летней дачи. И с 1848 года по 1856 год Николай Иванович отдыхает здесь в летнее время. Не только со своей семьей, но и привозит сюда профессоров и студентов. Лобачевский построил здесь большой дом, флигель к нему, конюшни, теплицы. Он сам высаживал здесь яблони, смородину и сибирские кедры. Правда, до сегодняшнего дня они не дожили. Но сотрудники музея в память об ученом высадили кедры возле дома. Этим деревьям уже более 20 лет они обильно плодоносят. Каждый год музей посещает около 7 тысяч человек. Из них более половины – туристы с круизных теплоходов. В Козловке также невозможно обделить вниманием дом баронов Жемини. Они были одними из самых крупных землевладельцев Чувашии. Родоначальником российской ветви баронов был Антуан Андрей Жемини. В России получивший имя Генрих Вениаминович. Личность легендарная. Дружил с Наполеоном, служил в его армии. Но обидевшись на французского императора за то, что тот не повышал его по службе, перешел на сторону русских. Поэт Денис Давыдов даже посвятил ему две строчки в своем стихотворении. Жемини да Жемини, а обводке не полслова. Судьба наследников Генриха Жемини тесно связана с Козловкой. Здесь они купили имение. Бароны получали неплохие доходы от аренды земли под ярмарку и базар в Козловке. От двух трактиров, хлебной и дровяной пристани. Дом, в котором они жили, сохранился. Но сейчас здание реставрируется. Всем туристам очень нравится посещение нашего объекта, как мы его называем, птичий полет. Потому что как только человек туда прибывает, он сразу восхищается нашими видами. Место под названием «Птичий полет» располагается неподалеку от Козловки. Его называют еще мысом любви. Сюда любят приезжать влюбленные. Здесь открываются по-настоящему завораживающие виды. Тут каждый может ощутить себя почти что птицей. Встать на краю, раскинуть руки, и, кажется, ты уже летишь над рекой, над этими таинственными островками или к самому горизонту. Высота этих холмов над Волгой – 190 метров. Считается, что это одна из самых высоких точек от уровня реки в Чувашии. Птичий полет пользуется популярностью не только у местных. Сюда приезжают и туристы. Им даже есть где расположиться с удобством. Здесь установлены юрты, каждая рассчитана на пять мест. Оригинальное начинание в монгольском стиле инвесторы планируют продолжить. Также в будущем на этой территории хотят разместить большую туристическую базу со спортплощадками и горнолыжным спуском. Гордость района – его люди. Среди уроженцев Козловского района восемь героев Советского Союза. Из них Сергей Бутиков – самый первый обладатель такого звания в Чувашии. Во время Советско-финской войны 1939-1940-х годов он участвовал в прорыве линии Маннергейма и удостоился звания героя посмертно. Козловская земля рождает и талантливых творческих личностей. Самые известные – актриса Ольга Ирзем, писатели Марфы Трубина, Петр Осипов, Никифор Мранька. В честь столетия автором наготовного произведения о чувашском народе «Жизнь прожить не поле перейти» в Козловке был установлен памятный камень. Многое в районе делается для развития спорта. Молодежи в Козловке, можно сказать, повезло. В городе построен большой физкультурно-оздоровительный комплекс. Многие из тех, кто занимается в Адале, уже добились высоких результатов на мировой арене. Верится с трудом, но эта хрупкая девушка – победительница первенства Европы по пауэрлифтингу среди юниоров. Она с легкостью взяла вес в 130 килограммов упражнений «Становая тяга», при том, что сама весит всего 43. Благодаря этому достижению Полина Кириллова смогла попасть в состав сборной России и будет представлять страну уже на чемпионате мира. Спортсменка признается, что немалую роль в ее становлении сыграл и родной город, и любимый ФОК. Здесь я начала заниматься спортом, здесь я учусь. В общем, это мой родной город. Здесь очень красиво, спокойно, тихо. Я очень рада, что у нас в таком небольшом городе появился спортивный комплекс, где можно заниматься и достигать больших целей. Город может похвастаться и достижениями в гиревом спорте. 67 раз подряд две 32-килограммовые гири тягают Дмитрий Константинов. В 17 лет он стал мастером спорта страны. Сейчас в числе лучших спортсменов Чувашии. Козловка – это мой родной город. Здесь я родился, здесь же познакомился с героем спорта, где добился больших результатов. Козловка очень удобна для проведения всероссийских соревнований. Спортсмены любят приезжать в этот уютный и спокойный городок. Здесь легко выступать и побеждать, говорят они. К примеру, недавно город принимал Кубок страны по триатлону. Приток инвестиций в район зависит от успешных предприятий. Таких здесь немало. 11 лет уже работает в Козловке автофургон. Здесь производят спецтехнику на базе автомобилей ГАЗ, КАМАЗ, Урал для работы в самых разных климатических условиях. Кузова выпускаются в разной комплектации. Фургоны военного назначения для перевозки взрывчатых веществ, передвижные лаборатории, мастерские, вахтовые автобусы. Вся продукция имеет международный сертификат качества. Ежегодно идет наращивание выпуска продукции. Выпускаем кузова-фургоны для Министерства обороны. Для потребления в народном хозяйстве. Трансгаз, Газпром, но и другие отрасли промышленности. Свою продукцию автофургон поставляет по всей России. От Дальнего Востока до Калининграда. Она также востребована в Казахстане и Белоруссии. Предприятие Фердавил и компания работает всего лишь два года. Но уже завоевала репутацию успешного. Здесь делают станки плазменной резки с числовым программным управлением. Они предназначены для обработки металлов. Используются в металлообрабатывающей промышленности. Также их закупают те, кто занимается художественной ковкой. Предприятие также гордится географией поставок своей продукции. Это практически вся Россия и ближнее зарубежье. Спрос на нашу продукцию с каждым днем возрастает. Он еще обусловлен тем, что введены санкции против нашей страны. И поэтому в свете импортозамещения появляется все больше новых покупателей. Россиян, которые хотят взять именно российскую продукцию, а не зарубежную. Во-первых, это и по цене выгоднее. Во-вторых, и сервисно-обслуженное. И так далее все происходит на территории Российской Федерации. Гордится Козловский район и успехами в сельском хозяйстве. Самое известное предприятие Эниш. По итогам 2015 года названо лучшим сельхозтоваропроизводителем Чувашии. Также лучшим предприятием по производству овощей в республике. О капусте и других овощах, которые выращивают здесь, уже ходят легенды. И все это дело рук одного человека, Василия Семенова. 17 лет назад он пришел на эти заболоченные земли и сделал их плодоносящими. Отец прошел по речке, копнул и понял. Ну, даже удивился, почему эти земли не используются. В тот же год он спахал, на следующий год мы уже начали здесь работать. С тех пор мы эти земли осваиваем. И, можно сказать, в прошлом году наконец-таки освоили. Масштабы хозяйства сегодня впечатляют. Картофель выращивают на 100 гектаров земли, капусту на 50. И это еще далеко не все. С этого года предприятие также начало заниматься выращиванием цветов. И тоже в огромных количествах. В будущем здесь планируют высаживать морковь, свеклу, лук. Причем доводить все это до покупателя в чистом и упакованном виде. Сейчас здесь активно перерабатывают капусту, огурцы, перец, чеснок. Что же позволяет добиваться таких потрясающих результатов во всем? Современная система орошения, продуманная до мелочей система каналов, специализированная техника и, самое главное, огромный труд и любовь к своей земле. С детства мои родители тянили землю, ее не хватало. Они получали два оружия картофеля с одного участка в год. И на таких клочках, можно сказать, мы ее берегли. Что-то мне это передалось. Поэтому лелеем свою землю, из болот превращаем в пашню, роем канавы, убираем впадины, разравниваем, кормим ее. Я люблю свою землю. А какая рыба в Козловском районе? Слава о племрыбхозе Карамышевском гремит по всей Чувашии. Многокилограммовые карпы и толстолобики пользуются огромным спросом. У предприятия в аренде находится несколько прудов. Сейчас здесь реализуют инвестиционные проекты, связанные с миллиардативными работами. Развит в районе придорожный сервис, что очень важно для путешествующих по автомобильным дорогам. На 710-м километре трассы М-7 расположился целый комплекс европейского уровня, в который входит автозаправка, стоянка, магазин, шиномонтаж, спортбар и кафе. Как в Европе или Америке, здесь можно и отдохнуть с дороги, получив сеанс массажа. Заодно постирать свои вещи, выпить чашку вкусного кофе и попробовать свежайшую выпечку. Компания «Транзит Сити» планирует в будущем построить здесь мотель и расширить зоны отдыха. Я бы хотел сказать несколько слов о Чувашии. Это уникальный регион, который на сегодняшний день представляет собой развивающийся регион. Он расположен на идеальном географическом, я считаю, месторасположении. То есть это фактически шелковый путь. И в рамках шелкового пути мы можем говорить о том, что грузопотоки будут только увеличиваться. Козловский район успешно развивается по многим направлениям. Сегодня здесь активно строятся детские сады, фельдшерско-акушерские пункты, новое жилье. Это значит только одно – люди хотят оставаться, жить на родной земле. Район развивается благодаря поддержке, оказываемой руководством республики, правительством. Так, за прошедшие четыре года в районе построен новый детский сад на 190 мест. И это позволило нам полностью снять проблемы с очередностью в дошкольных образовательных учреждениях. Также проведен капитальный ремонт спортивных залов в четырех сельских школах. Строятся дороги с твердым покрытием в сельских населенных пунктах. Делается все для того, чтобы улучшить условия проживания нашей дики. В Благодатной земле расцветают и творческие коллективы. Ансамбль «Эниш» с удовольствием показывает приезжим чувашские обряды и танцы. В Козловский район сами жители называют «зеленым сердечком Поволжья». Такие удивительные места редко, где можно увидеть, говорят они. И приглашают всех зарядиться хорошим настроением и вдохновиться местными красотами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова